А бывали накладки? — Сегодня так прошла демонстрация, что я даже прослезился. Спасибо вам. Здравствуйте, Женя. А я ему в ответ. Здравствуйте, Леонид Тосипович. Пауза. Все смотрят. Гришин кулаком машет. — Гришин? — Гришин. Из-за спины. И вдруг они говорят, но вы же, Женя, должны знать, что Леонид Тосипович это Утесов, а я Брежнев сказал. — Да. И все рассмеялись, и все. И было, так сказать, а то бы я не знал, что было бы дальше потом. — Могли бы быть репрессии какие-нибудь. — Ну не репрессии, но вы могли уволить. — Но все промекнуло в голове. — Ну еще бы. — Когда это была пауза дикая, понимаете. Но он, видите, он быстренько освоился, все понял, и пошутил. — Да, он человек с чувством юмора был. — Ну это единственное вообще за всю вашу карьеру, так скажем, накладывание. — Но это же не в эфир было сказано. Это было сказано при приватной встрече. — А вот в эфире были такие? — А в эфире были такие случаи в Питере. — В Питере. Был Международный экономический форум в Питере. И Медведев впервые выходил на сцену как президент. — Мне все время все говорят, только не ошибись, только не ошибись, не назови как-нибудь Владимир Владимирович Медведев. — Понимаешь? И все это на слух-то наложится, да? — Ага. — Вот. И он выходит, и я объявляю, президент Российской Федерации Владимир Анатольевич Медведев. — То есть я словил себе на слове «вла» и понял, что я не туда пошел. — Заметили кто-нибудь? — Как все засмеялись. И сам он вышел довольный, все, и ничего не было, естественно. — Потому что, ну, понимаете, я всегда оправдывался так, я говорю, ребята, инстинкты Павлова еще пока никто не отменял. — Восемь лет читать Владимира Владимировича, да? А потом резко перейти на Дмитрия Анатольевича. Это сложно было. — Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24.